Особое мнение на 101FM Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, между кем из озвученных кандидатов развернется настоящая борьба и вообще развернется ли она? Ну, замечу, что, в принципе, прогнозирование выборов небольшого масштаба, выборов слабых по содержанию – вещь достаточно неблагодарная. Неблагодарная. Тут очевидно, что, в общем-то, исход выборов тут будет решать, может быть, 50 или даже 20 голосов в пользу того или другого кандидата. Вот поэтому тут выделять фаворитов, тем более, когда еще полный список участников неизвестен, предвыборные гонки – дело как раз неблагодарное. Но я бы выделил два принципиально важных момента, даже когда идет речь о выборах такого типа. Первый момент – это порог узнаваемости. Это порог узнаваемости, это, когда пробит этот порог, это дает определенную фору кандидату. И в этом плане, конечно, у тех людей, которые уже выдвинуты и по пятому, и по шестому округу, есть у некоторых определенный, назовем так, публичный бэкграунд. То есть люди, которые были засвечены или в политике, или в каких-то еще сферах, которые, назовем так, мелькают в новостях. Есть, ну, как модно нынче говорить, особенно среди молодежи, ноу-наимы. Вот это первый момент. Второй момент, который дополняет первый – это то, что одной узнаваемости, естественно, мало. И многое тут будет зависеть от того, кто действительно будет активно вести избирательную кампанию, а кто будет, что называется, так, отбывать номер. Потому что даже с учетом того, что выборы муниципальные, досрочные и так далее, все равно некий джентльменский набор действий, как-то отработка положенных по закону бесплатных печатных площадей, печатные агитационные материалы, встречи с избирателями, конечно же. Вот это все необходимо. Соответственно, кто-то будет это делать, но кто-то будет в меньшем масштабе или вообще не будет, так сказать, только обозначить свое присутствие в избирательной гонке. И, соответственно, все, что я перечислял, это все равно ресурсы организационные, кадровые, финансовые, в конце концов. Ну и тут кандидаты, допустим, от той же «Единой России», вот их как раз не назовешь людьми такими очень публичными, вот, но эта партия поручила к тому, что, как правило, у нее находятся и кадровые, и организационные, и финансовые ресурсы. Дмитрий, скажите, вот вы говорите, там, набор стандартных инструментов, там, агитация, листовки, встречи с избирателями. Летом, насколько все это актуально и насколько вообще это эффективно? Ну, я думаю, тут ответ уже в самом вопросе заключается. Конечно же, с точки зрения обеспечения такого массового интереса к избирательной кампании, это все неэффективно. На июль, август, начало сентября, это когда народ где-нибудь на побережье, ну, или там, картошку опрыскивает. Правда, тут тоже нужно одну ремарку сделать, вот в плане эффективности чего именно, да, можно так перефразировать. В плане эффективности привести избирателя, конвертировать свои усилия во время избирательной кампании, в последующие голоса, чтобы избиратель на участок пришел. Да, в этом плане, конечно же, неэффективно. Вот, но можно посмотреть на проблему с другой стороны, да, потому что вот такая хронология, да, когда единый день голосования в сентябре, а, соответственно, большая часть кампании, юль-август, вот, это, по сути дела, фиксация такого инерционного, вяло текущего сценария любых выборов, ну, по крайней мере, муниципальных и региональных. А при прочих равных условиях вот такой инерционный сценарий, он выгоден, а, записным фаворитам, если такие имеются, а, б, ну, кандидатам партии власти. Даже если, несмотря на то, что они, например, представляют муниципальные предприятия, потому что, я напомню, в нашем эфире экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин назвал, например, в движении руководителя вот этих муниципальных предприятий политическая ошибка, я процитирую. Это, мягко говоря, политически странно, управленчески странно, что руководитель городского предприятия находится в городской думе. Сам будет утверждать бюджет на свое предприятие, потом сам же перед этой думой отчитываться. Это каламбур-бред. Вот вы считаете, что правильно Алексей Кузьмин говорит или все-таки не согласны вы с его мнением? Отчасти. Я думаю, что... Отчасти согласны или отчасти нет? Ну, отчасти согласен, отчасти не согласен. Поясню. Думаю, эта ошибка, скорее, не политическая, а именно управленческая, потому что все-таки налицо определенный конфликт интересов. И тут Алексей Александрович говорит все в целом верно. В целом верно, хотя, опять же, вот этот конфликт интересов тут не надо как-то преувеличивать. Почему? В Думе при полном комплекте 36 депутатов. Ну, соответственно, допустим, по пятому и шестому округу выигрывают в сентябре директора МОПов. Ну, основной-то костяк депутатского корпуса — это, назовем так, менеджмент предприятий частного бизнеса все-таки. Да, поэтому тут вот сводить к тому, что, мол, два директора сами себе будут утверждать бюджет и сами же перед собой учитываться — это несколько притянуто за уши. Вы сказали вот ранее про порог узнаваемости, и вот эти два кандидата, о которых мы только что сказали, у них вот этой узнаваемости, как я понимаю, нет, потому что вы об этом тоже сказали. То есть получается, что их уже выдвинули, заранее понимая, что они такие не совсем проходящие? — Ну, я думаю, лучше всего ответ на этот вопрос знают в региональных структурах этой партии. Вот это мы тут можем только предполагать. Возможно. Возможно, потому что, ну, объективно говоря, позиции «Единой России» в городской думе все равно весьма-весьма сильны. — На данный момент, надеюсь, и память не изменяет, там 20 депутатов во фракции из нынешней численности 34, да, то есть что позволяет принимать решения, не оглядываясь на оппозицию. Вот поэтому плюс один, плюс два, плюс ноль — не сверхпринципиальный вопрос, не сверхпринципиальный. — В последнее время достаточно много происходит протестов, там в том числе против мусорной реформы, против Мородыкова. Вот оппозиционные кандидаты, как вы считаете, эту протестную повестку они попытаются использовать в своей агитации, в своих встречах с избирателями, в своих листовках, если они будут? — Ну, замечу, что тема с Мородыкова, она достаточно горячая, и потенциал ее использования в избирательных гонках, конечно же, очень большой. Но, опять же, тут можно назвать несколько «но». Ну, во-первых, тема не ограничивается Кировом или отдельным, тем более, избирательным округом, это тема горячая для всего региона. И вот попытка оседлать вот эту тему, она была бы наиболее, наверное, эффективна и успешна в год больших выборах в Гордуму или в ЗАГС-собрание. Тут все-таки два округа. Вот. И еще я бы заметил еще такой вопрос, да, вот как бы вот это оседлание темы с Мородыкова, оно бы было наиболее эффективным и успешным, если бы кандидаты вот по этим округам, они имели, опять же, вот этот определенный бэкграунд на ниве экологии, защиты окружающей среды или чего-то смежного. Ну, насколько я помню, никто вот на этой ниве не отметился. Поэтому попытки, думаю, будут, может быть, не столь яркие, не столь успешные, но не будут. Разве счет того, что, по крайней мере, имеющиеся кандидаты как-то вот в число таких известных штатных экологов и защитников природы не относятся, это будет больше, наверное, чем надо попахивать популизмом. — Скажите, а власть, вы считаете, могла бы эти протесты как-то контролировать? — Ну, я думаю, у власти есть все ресурсы для того, чтобы протесты, назовем так, не перехлестнули через край. И опять же, с Мородыкова, как я понимаю, все-таки какая-то точка невозврата не пройдена. Вот, поэтому тут можно еще что-то сказать или, по крайней мере, если не изменить, то объяснить жителям Кировской области, вот, того же Уребщевского района, собственно, что это дает региону, что это не дает региону, чего надо бояться, чего не надо бояться. Понятно, что просто держать и не упущать — это, наверное, не вариант. Все ресурсы для этого есть, чтобы, ну, по крайней мере, этот протест, это недовольство, они не вылили что-то просто откровенно деструктивное. — Дмитрий, давайте прервемся на полминутки, после продолжим. Мы продолжаем разговор, начатый до перерыва. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня политолог Дмитрий Ильин. В начале программы мы начали разговор о дополнительных выборах в Городскую Думу. И тему эту продолжаем. Дмитрий, вот на днях Кировское отделение ЛДПР на своем сайте опубликовало новость, в которой приглашают неравнодушных жителей области встать под знамены ЛДПР и выдвинуться от них кандидатов. По мнению руководителя фракции ЛДПР и законодательного собрания Владимира Костина, которым в эфире наша радиостанция озвучил, звонков по этому объявлению было много. Вот такой способ депутатства по объявлению, вы считаете, он о чем может сигнализировать? О том, что покадровый голод в партиях? Ну, назовем так, а когда было изобилие? Я думаю, что когда речь идет, по крайней мере, о региональных отделениях, даже таких крупных партий, то кадрового изобилия не было, нет, ну и в ближайшем будущем не предвидится. Голод, ну для кого-то, кто-то может это назвать, конечно, голодом. Ну и я бы добавил еще, что это элементарно, ну назовем такой новый формат популизма. Да, что вот, мол, мы открыты для всех, все желающие – welcome. Да, и тем более, как известно, ЛДПР, она, ну в принципе, уже четверть века с лишним, ну назовем так, все возможные варианты популизма на тему социально-экономическую, националистическую, да, вот это «мы за бедных, мы за русских» и так далее, обыгрывала не раз и не два, не три. Ну вот это, скажем так, старая песня на новый лад. Ну то есть это в риторике партии подобные вещи? Да. Давайте перейдем к явке, все про те же городские думы говорим. В прошлом году результаты на дополнительных выборах в Киевскую городскую думу, напомню, составили 8%. В этом году тоже два округа. Явка, на ваш взгляд, сколько будет прогнозная? Ну, думаю, объективных предпосылок к тому, чтобы результат улучшился, нет. Поэтому, думаю, вот 7-8% будет так же. Плюс-минус. Понятно, тут могут повлиять какие-то просто ситуативные факторы, типа элементарно погоды. Что будет, допустим, хорошая погода, и люди отправятся там выкапывать картошку, грубо говоря. Вот, поэтому, ну, может, улучшится там 6,5 или 6. Вот, вряд ли больше. Объективных каких-то глобальных предпосылок пока к этому я не вижу. Может быть, за два месяца что-то и произойдет, такое вот из ряда вон выходящее. Но это все вилами погоде писано. Ну, а есть какие-то факторы, которые могли бы помочь избирательно на участок привести? Может быть, какое-то там повышенное информирование, какие-то вот, не знаю, праздники на избирательных участках. Ну, много же способов. Скажем так, вот там условные праздники или там продажа плюшек каких-нибудь условных на избирательном участке, это все вторично. Вторично, собственно, что может повышать явку на региональных и муниципальных выборах. Да, это интрига и незапрограммированность результата. Это, назовем так, наличие качественных альтернатив, внятных альтернатив к кандидатам от партии власти. А вы считаете, сейчас альтернатив каких-то нет на текущих выборах? Нет, альтернативы, конечно, есть. Причем, вот как раз с точки зрения упомянутого такого публичного бэкграунда, тут, пожалуй, кандидаты от иных партий выглядят даже где-то немножко выигрышнее. Опять же, это им ничего не гарантирует, но вот это есть. Так что интрига — это такая здоровая, качественная конкуренция, которая, думаю, немного будет ломать рамки той схемы, которая у нас есть многие последние годы. Потому что что у нас получается? Партия власти провозглашает. Мол, мы вместе с президентом за все хорошее против всего плохого. Оппозиция, ну, по крайней мере, вот эта парламентская, системная, может быть, не столь яро, но кричат, что, мол, да у нас все плохо, а вы вообще воры и жулики. Такого конструктива, причем, вот из той и с другой стороны, ну, где-то, наверное, не хватает. Вот, да, что вот не просто, когда оппозиция кричит, что, мол, вот вы плохие, мол, и ату вас ату. Да, что, как бы, в развитых политических системах, опять же, качественная оппозиция, она не просто будет кричать в адрес власти или кандидатов от партии власти, мол, вы плохие, уходите. Вот, она будет предлагать не популистские, а реально действующие, ну, реализуемые варианты решения актуальных проблем общества. Вот, этого не хватает. Вот, этого не хватает, может быть, вот поэтому, в том числе и, скажем так, за исключением президентских выборов, это отдельная песня, явка у нас на региональных и муниципальных выборах оставляет желать много лучшего. Давайте перейдем к следующей теме. Буквально на днях появилась информация о том, что для Единой России, уже начиная с этих выборов, и я здесь, прежде всего, говорю о тех регионах, где пройдут большие выборы в региональный парламент, и таких у нас регионов 13, будет введена система оценки ключевых показателей эффективности. Оценивать будут три показателя. Это актуальный электоральный рейтинг, его динамику за три месяца и результаты последних выборов. И якобы, если регион показывает результаты меньше, чем средние по стране, то к региональному руководству будут применены кадровые решения. Причем, сравнивать, сказано, результаты выборов будут не с 2017 годом, а с 2018 годом, ввиду в том числе и пенсионной реформы, которая была принята. Так вот, на ваш взгляд, повышение пенсионного возраста, рост НДС, введение мусорной реформы, неужели они имели настолько серьезное влияние на рейтинг Единой России, что они озаботились его падением? Ну, естественно. Понятно, что тут мы, наверное, в большей степени будем говорить о падении рейтингов, ну, назовем так, высшей власти, в том числе исполнительной власти. Но эти две категории, рейтинг высшей власти, в том числе исполнительной, и рейтинг партии начальников, вот, это две вещи, тесно взаимосвязанные между собой. Поэтому, если озаботились, ну, правильно сделали. Кроме вот этих рейтингов, кроме замеры рейтингов, Единой России также предлагается немножко видоизменить общение с избирателями, в том числе разрешить конструктивно, это ключевое слово, критиковать власть. Потому что, якобы, привычка строить диалог с избирателем только на позитиве к действующей власти, это такой некий риск для партии сегодня. И, значит, депутатам, вернее, кандидатам рекомендовано быть максимально открытыми для избирателей, доступными и говорить, я процитирую, на человеческом языке. Вот такой новый единоросс, он может состояться? Вот такой близкий, понятный, искренний? Ну, по крайней мере, на бумаге все выглядит весьма правильно и привлекательно. Потому что, может быть, мы уже начали подзабывать такую азбучную прописную истину, что власть не просто можно, а нужно конструктивно, это тоже подчеркну, критиковать. А конструктивная критика, она полезна и для конкретных представителей власти, и для правящей партии, и не только для России. Потому что конструктивная критика, она может позволить взглянуть на проблемы по-новому, найти какие-то альтернативные решения или скорректировать имеющиеся, а не зацикливаться на какой-то одной парадигме. А сейчас, вы считаете, недостаточно этой критики? Ну, критика, как мы уже сегодня не раз упоминали, должна быть конструктивной. Критикуешь — предлагай другое. Причем не просто, что, мол, мы придем к власти и переделаем все. И будут счастливы все, богаты, далее по списку. Нужно предлагать конкретные управленческие решения, которые будут вписываться в Конституцию, в действующее законодательство, в имеющиеся материальные ресурсы, в конце концов, в внешнеполитическую конъюнктуру, которая у нас, как известно, весьма тяжелая. Так что вот этот новый единоросс, как вы выразились, на бумаге выглядит весьма-весьма симпатично и правильно. Человечно. Человечно, да, согласен. Правда, тут, опять же, возникает такой тонкий, я бы сказал, скользкий момент. Вот KPI, а с другой стороны, вот человечность кандидатов от партии власти. И в чем скользкость этого вопроса, да? Потому что у... Ну, я не говорю даже не столько про наш регион, сколько вообще, да, а про другие регионы, что где-то у местного начальства, которое, понятно, как правило, связано с этой же партией, может возникнуть в порыве желание сохранить, допустим, партийные должности, где-то пустить в ход не в меру административный ресурс, чтобы вот любой ценой обеспечить необходимые показатели. Да, и вот тут, получается, одно начинание может погубить другое. Вот, риск есть. Не утверждаю, что будет именно так, но вот такой риск есть. На бумаге, по крайней мере, Москва все придумала неплохо. Как это будет реализовываться на практике? Ну, поживем, увидим, вот впереди как раз два месяца. Возможно, где-то мы увидим что-то очень интересное на старую тему с административным ресурсом. Ну да, потому что эта тема для оппозиции, я насколько знаю, очень острая, и почти каждые выборы у нас возникают какие-то новостные публикации, связанные с тем, что нам не дают делать то, нам не дают делать это, нас не пускают туда. В общем, административный ресурс включают по полной, если я правильно понимаю. Но мне вот в связи с этим хочется вспомнить еще закон Клишеза, назван так по фамилии депутата-инициатора, который, значит, этот закон был принят в конце 2013 года, и он позволяет регионам при выборах в региональные парламенты снижать долю пропорциональной составляющей до 25%. Я напомню слушателям, что пропорционально это у нас выборы по спискам, мажоритарка это выборы по одномандатным округам. Так вот, если регион воспользуется этим правом, то, соответственно, доля списочников снижается до 25%. Они могут этим воспользоваться. Но в период действия закона с 2014 по 2018 год ни один регион этим правом не воспользовался. А в этом году воспользовались и причем очень много. Вот буквально на днях было опубликовано исследование политолога Александра Кынева, в котором говорится, что в Тульской области и в Хабаровском крае пропорционально составляющая снижена до трети и до четверти, то есть до тех 25% Республики Мориэл и на Алтае. Так вот, этот самый закон, который снижает пропорциональную составляющую, он, Дмитрий, на ваш взгляд, вот этой системе KPI, которая искусственно натягивает рейтинг партий, он соответствует? Потому что вроде бы закон про одно, а система оценки показателей это совсем про другое. Ну, замечу так, что, в общем-то, определенное противоречие, конечно, тут можно увидеть, но не такое острое. Собственно, что подразумевают вот эти реформы в отдельных субъектах Федерации с смешанной системой? Давно замечено и не мной, не мной одним, что усиление мажоритарного компонента в смешанной системе, оно играет на руку ведущей партии или партиям, самым крупным. Ну, если проецировать это общее правило на Россию, понятно, на руку какой партии. Соответственно, и усиление мажоритарного начала бьет по мелким и средним партиям. Так что тут, ну, назовем так, очевидно, что некие региональные элиты, там, по-моему, Ариэл, там, Республика Алтай, еще некоторые регионы, вот, видимо, они, скажем так, пытаются выполнить количественный показатель, используя электоральную инженерию. Собственно, это то, о чем пишет Кынев. Вот, и достаточно давно уже, это его, так сказать, наиболее свежее замечание. Понятно, что сокращение пропорционального элемента, оно, вроде бы, принципиально мало что меняет, вот, ну, с другой стороны, это дает некоторые бонусы партии власти за счет ее кадровых ресурсов в одномандатных округах. Ну, очевидно, что если такое происходит, то мелкие и средние партии тут, как правило, оказываются в проигрыше. Почему? Потому что не могут найти одномандатников? Да. Как правило, не могут, вот, ну, или это, может быть, не самые известные, уважаемые авторитетные фигуры, вот, которые, может быть, просто подбираются по принципу, ну, хоть бы кто. То есть это те люди, которые своим весом, своим авторитетом не могут набрать нужное количество голосов, там, не являясь, например, не стоя при этом под знаменами, там, какой-то партии. Ну, да. В нашем регионе, вот вы думаете, мы к этому и можем прийти в том же 2021 году? Исключать нельзя, конечно, ну, потому что тут еще у нас до выборов в ЗАГС собрания два года с лишним. Исключать такого нельзя, вот. Тем более, что, замечу, такая интересная особенность, что, в принципе, вот в тех регионах, где была вот проведена такая реформа, которая отмониторил Кынев, показатели Единой России по партийным спискам были, ну, не такими уж и плохими. Они зачастую были лучше, чем у ядра по Кировской области. Что у нас-то, если хотя бы 40% именно по партийным спискам, но это уже не так плохо. А зачем тогда он их ввел? Вот вопрос. Тут, конечно, нужно конкретно знать в деталях ситуацию, там, на том же Алтае, в Мариэл, в Тульской области, далее по списку. Поэтому тут можно выдвигать несколько гипотез. Ну, возможно, где-то использовался, ну, в том же 2014 году, когда были у них последние выборы в законодательные органы, слишком рьяно административный ресурс. А теперь, ну, вроде как, все-таки мы сквозь, через строчки можем читать, что Москва все-таки периодически намекает, мол, ребята, без фанатизма. Вот. И тогда у кого-то, возможно, там возникают опасения. В условной Тульской области, мол, а вот, скажем так, не пуская вход в административную машину и козыри, добьемся мы этих количественных показателей. И тогда, опа, колдуют над избирательным законодательством. Благо, Москва позволяет. Она вот устанавливает такие рамки. Вот, возможно, так. Возможно, в каких-то регионах какие-то еще дополнительные факторы играют, связанные с социально-экономической обстановкой, с безработицей и так далее. Ну, та же Республика Алтай. Не алтайский край, Республика Алтай. Это, конечно, классная природа, но при этом это никакая экономика и бедное население. Так что, возможно, там местные элиты вот с помощью таких волшебных приспособлений с избирательной техникой и законодательством пробуют выбить заветные показатели KPI. Дмитрий, давайте мы еще раз прервемся. У нас короткая реклама, и мы продолжим. Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что наш сегодняшний гость – политолог Дмитрий Ильин. Мы постепенно переходим от частного к общему и плавно к выборам 2021 года. На мой взгляд, вообще все, что сегодня происходит, это такая маленькая репетиция того, что будет в 2021 году. А там, я напомню, будут большие выборы. Это выборы в Государственную Думу и в нашем конкретном регионе выборы в законодательное собрание. При этом, несмотря на то, что до выборов вроде бы осталось больше двух лет, фактически, мне кажется, многие участники избирательной кампании начнут их уже в следующем году. Так вот, Дмитрий, как политолог, вы какие-то тренды уже отмечаете для будущей избирательной кампании? Есть ли какие-то, может быть, тенденции? Или вы понимаете, что вот эти партии, наверное, возьмут вот эту повестку, будут использовать? Ну, то есть, вот какие-то такие уже крупными мазками шаги, которые они используют в будущей кампании? Я думаю, о повестке и лозунгах конкретных партий говорить еще несколько рано. Но я замечу, что тут в уме мы, в первую очередь, должны держать даже не большие выборы 2021 года, а самые большие выборы 2024 года. Вот это. Это выборы президента. Да, вот это самая главная рубежная дата. И, соответственно, даже выборы в Госдуму, и в Заксобрание, и в губернаторские... Это тоже репетиция. Да, это все так или иначе завязано именно вот на эту рубежную дату 2024 год. Понятно, у нас до июля смешанная республика, но каждый мыслящий, понимающий человек понимает, что, скажем так, у нас все равно все ниточки политического механизма тянутся в Кремль и на старую площадь города Москвы в администрацию президента. Поэтому, соответственно, вот этот остаток получается у нас почти пять лет в политической жизни России в целом. он будет идти вот под этим знаком, что дальше после 2024 года. Я даже подчеркну, не кто, а именно что. Ну, понятно, что фигура там следующего президента это вопрос принципиально важный. Вот, скажем так, вроде бы уже действующего президента неоднократно спрашивали в разных форумах, интонациях, собственно, дальше он чем планирует заниматься. И, ну, по крайней мере, внятного ответа не получили. Поэтому, что там будет за конструкция власти, думаю, не знают до конца ни в Кремле, ни на старой площади. И, я думаю, определение этой конструкции власти, допустим, то есть не в плане того, даже кто президентом будет, а вот, допустим, действующий президент, какое дальше место займет, это во многом будет определяться и результатами выборов самого разного уровня. Ну, в первую очередь, конечно, региональных и думских 21-го года. Говорить о повестке, наверное, пока рановато все-таки, ну, что все равно партии, ну, по крайней мере, основные, они отталкиваются не только от каких-то своих идеологических постулатов и догм, коих на самом деле не так много, вот, но все-таки больше реагируют на текущую социально-экономическую, политическую, внешнеполитическую ситуацию. И тут, опять же, прогнозировать, а что будет, к примеру, летом 2021 года в межпартийной конкуренции, ну, рановато. Рановато, да, это еще хуже, чем астрологические прогнозы давать. Там-то авось хоть сбудется, а тут... Вы сказали про программные постулаты и сказали, что их не так много. Вот избирателю вообще, ему важно, кто из депутатов, от какой партии, кто как голосует. Вот он следит за этим, или у него просто есть какое-то мифическое слово власть, мифическое, вернее, не мифическое, объединенное слово власть, объединенное слово депутат, а кто там единоросс, справедливоросс, коммунист, ему это вообще без разницы. Скорее, второй вариант. Понятно, что в любой стране и в современном российском обществе есть, конечно, такая простолойка людей, которые, а, следят за всеми политическими новостями, б, изучают там те же программы партии или там предвыборные платформы кандидатов. Мне кажется, их немного. Но их немного. Да, тут даже сложно их оценить. Ну, это очень маленькая прослойка, которая вообще погоды не делает. Тем более, российское общество, оно в достаточной степени деполитизировано. Я бы сказал так, средний россиянин, он разочарован в политике, как в некой сфере общественной жизни. Это разочарование накапливалось долго, больше четверти века. Тут можно отматывать, если хотите, вот в этом году такой не очень пышный юбилей. 89-й год – это первый альтернативный выбор и Верховный Совет СССР. То есть, можно сказать, вот у нас такой тихий юбилей вообще избирательных гонок альтернативных. Конечно же, вот это такая обезличенная, несколько недифференцированная категория власть, люди у власти, депутаты. Вот это, думаю, то, чем оперируют мышления в суждениях большая часть сограждан. Я даже не оцениваю, плохо это или хорошо, но это данность. Вот, может быть, скажем так, мы придем когда-то, не скоро. Я очень этого хочу, но думаю, что не скоро это будет, когда, ну, допустим, любой такой среднестатистический гражданин будет конкретно смотреть, благо это есть в открытых источниках, кто как голосовал по каким-то проблемным вопросам. Там будет бюджет, мусорная реформа, там, не знаю, Мордыкова тоже. Дальше датарят можно продолжать. Я очень надеюсь, что мы когда-то к этому придем, потому что вот такая индивидуализация ответственности, она позитивно, я полагаю, скажется на политической жизни России, но вообще на нашем общем развитии, там, социальном, экономическом, культурном, в конце концов. Но к этому дорога очень долгая. Вы сказали, что избиратель у нас политически неактивный, вот их как-то можно помочь им стать активными, помочь им включиться в политику, в том, чтобы они интересовались повесткой, в том, чтобы они интересовались, кто как голосует. Или это вот, или это следствие того, что выборы были безальтернативные, вот следствие вот этой всей вот четвертьвековой стагнации в, не знаю, в альтернативных выборах. Ну, вот отчасти я говорил о тех вещах, когда мы касались явки на выборы, да, это и определенная интрига, это и качественная конкуренция различных программ, идей, там, ярких личностей. Вот, ну, добавлю тут еще одно, пожалуй, да, может, меня кто-то упрекнет в излишней приверженности к каким-то старым, чуть ли еще не марксовым, марксистским догмам, да, но политика, ее лень, она строечная. Все-таки, как правило, как правило, первичная экономика. Ну, для того, чтобы регулярно интересоваться программами, событиями, кто как голосовал и так далее, все равно обычный человек должен в полном объеме удовлетворять свои базовые экономические потребности. Он должен получать достойную зарплату, иметь крышу над головой, ему должно хватать на одежду, обувь, услуги, коммуналку и так далее для себя, для своей семьи, в идеале, чтобы еще что-то оставалось там отложить. То есть на политику ему просто некогда думать, он занят своими насущными вопросами. В том числе. В том числе. А может быть, вот если не накопилось бы в свое время такое вот разочарование постепенно, там, за 90-е годы, то, как бы, такое влияние экономики на политическую пассивность, может быть, было бы чуть меньше. Так, а тут вот так вот вошли в резонанс, да, тяжелая экономическая ситуация и вот это разочарование. Разочарование. Ну, которое, кстати, замечу, конечно, тут можно попенять нашим политикам, там, правителям разного уровня вот за последние 30 лет. Вот. Ну, и отчасти это, можно сказать, еще все-таки результат неких завышенных ожиданий. Тут мы, конечно, уже немного уходим даже вот из дня сегодняшнего в историю. Ну, и действительно, там, вот, условно, 30 лет назад, вот, на пике перестройки многие искренне верили, что вот, да, проведем альтернативные выборы, там дальше, кроме КПСС, будут у нас другие партии, они будут соревноваться между собой, вот, заживем, окей, наши заклятые друзья в США, ну, или там, в Западной Европе. Не зажили. Вот. Причин, кому множество, самого разного характера, связанных и с менталитетом, и с культурой, и с поведением элит политических, вот, и, опять же, с внешнеполитическими условиями, ну, вот, завышенные ожидания, пожалуй, они были. И, вот, может быть, это одна из проблем такой нашей политической истории, и в том числе и современности, знаю, что не нашлось в свое время людей, вот, в тот переломный отрезок, 89-90-91 год, которые бы не просто понимали, а могли бы донести до миллионов сограждан то, что, опять же, только конкурентность, только альтернативность выборов мигом, ну, или пока очень быстро перенесут нас в какое-то сытое, цивилизованное будущее. Конечно, определенная динамика, позитивная, в плане, назовем так, политического взросления общества, она иногда проглядывается. Иногда проглядывается, вот, но, скажем так, как, может быть, темпы этого политического взросления, они оставляют желать лучшего. Ну, то есть мы когда-то к этому придем, но еще, может быть, очень нескоро. Да, еще с министремида до поколения политиков. Я надеюсь на это, вот. Ну, и, по крайней мере, опять же, как человек, связанный с образованием, ну, вот, последние годы пытаюсь свою скромную лепту в это внести. Ну, по крайней мере, что-то вкладывая в умы подрастающего поколения. Дмитрий, спасибо. Наша программа подходит к концу. Я напоминаю, что ее гостем был политолог, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета Дмитрий Ильин. Дмитрий, спасибо вам за приятную беседу. Хорошего дня вам и всем радиослушателям. Спасибо.